Проверим для начала. Распределение остатков. При последнем запуске я сохранил переменную с остатками. Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Поскольку мне нужны только графики, я могу оставить только plots. И среди графиков настроить гистограмму и убрать stem and leave. Гистограмма не особенно изменилась по сравнению с предыдущими моделями. Самые высокие столбцы находятся в диапазоне от минус 2 примерно на глаз до плюс 2, даже меньше. Это хорошо. То есть большинство стандартизированных остатков незначимы. И график довольно симметричен, на мой взгляд. Хотя есть некоторые смещения в отрицательные значения. Теперь посмотрим гомоскедастичность. Сначала запустим вспомогательную регрессию. Linear. Остаток. Окошко зависимый. И все иксы, которые у меня в модели, должны попасть в independence. У меня осталось 30 иксов. Поэтому либо вручную их переношу слева направо, либо снова обращаюсь к синтексу. Как написать синтекс рассмотрю в отдельном видео. r квадрат во вспомогательной регрессии равен нулю, в том числе в генеральной совокупности он равен нулю, потому что незначим. И все коэффициенты при иксах незначимы. Это хорошо. То есть линейная модель гомоскедастична. Посмотрим на монотонную гомоскедастичность. Для этого я применяю коэффициент ранговой корреляции спирмана. Но SPSS не тянет сразу столько много переменных. Поэтому пришлось разбить на три блока. Analyze, Correlate, Evaried, Spearman вместо Пирсона. Я уберу значимость. И снова вручную выбираю, во-первых, конечно же, переменную с остатками. И далее все 30 иксов. И так далее. Это тоже у меня в синтаксе. Первый блок интересует только первый столбик. Столбик с остатками на все остальные переменные. Большинство корреляций значимы. На что там большинство? Все корреляции в этом блоке значимы. Во втором блоке значимо большинство, но не все. Например, эффект взаимодействия 2012 года с количеством рецензий незначим. То есть этот икс не влияет на остатки. Хороший икс. Следующий икс тоже не влияет на остатки. Он тоже незначим. Все остальные значимы, если ничего не пропустил. И последний блок. В нем тоже большинство иксов влияет на остатки. Это плохо. Это гетероскедастично. Снова 2012 год, перемноженный на номинации, не влияет генеральной совокупности на остатки. И следующие, и следующие. Эти не влияют. Это снова влияет. То есть, с точки зрения монотонной связи, большинство иксов влияет на вариацию остатков. То есть, вносит модель гетероскедастичность. И некоторые не влияют. И наконец, криволинейная связь между иксами и остатками. Analyze, LinearModule, Univariate. Зависимые переменные остатки. Далее, вручную, все 30 иксов должны вместиться в FixedFactors и в Model войти в модель как главные эффекты по очереди. Это тоже я сделал в синтаксе. Причем, список долго выполняет эту команду. Примерно час. К этому надо быть готовым. Не переживать, не паниковать. Если он пишет здесь Running, значит, рано или поздно он выполнит поставленную задачу. Результат следующий. Все иксы криволинейно влияют на вариацию остатков. То есть, криволинейная модель гетероскедастична полностью. Подводя промежуточный итог, модель не стала сильно хуже по сравнению с тем, как выглядела модель без эффекта взаимодействия. Модель, в которой были всего 4 икса. Год выпуска как одна переменная. Рейтинг. Количество рецензий. Количество номинаций. Этом R-квадрат в модели с эффектами взаимодействия выше примерно на 6% пунктов. Это не мало. Было 62, стало 68. Перейдем к интерпретации модели. Регрессионное уравнение длинное. Кажется, что его трудно интерпретировать. На самом деле нет. Хоть оно и занимается в две страницы, но интерпретация не сильно труднее, чем для предыдущих моделей. Я сгруппировал эффекты взаимодействия по континуальному иксу. Здесь идет блок с рейтингом, здесь идет блок с количеством рецензий, и здесь идет блок с количеством номинаций. Но начинаем мы, как обычно, с константы. Константы характеризует референтную группу. Какие фильмы входят в референтную группу? Во-первых, следует рассмотреть эффективные переменные, потому что эффективные переменные предполагают базовый год. В нашем случае 2007 год базовый. Но и все остальные годы, которые оказались незначимы, присоединились к базовой, 2007 году. А незначимы оказались все годы, кроме 2009 и 2010. То есть, во-первых, в референтной группе находятся фильмы «Всех годов выпуск, кроме 2009 и 2010», у которых при этом рейтинг минимальный. Это скорая 1 равно 0, следовательно, рейтинг исходный равен 1. Количество рецензий минимальное, то есть равно 0. И количество номинаций минимальное, то есть равно 0. Такие фильмы попали в референтную группу и характеризуются константой. Константа значимая, но отрицательная. При этом Y не может принимать в нашем примере отрицательные значения. Поэтому принудительно зануляем константу и считаем, что фильмы из референтной группы имеют 0 пользовательских оценок. Допустим, я хочу рассмотреть фильмы 2008 года выпуска с рейтингом 11, с нулем рецензий и нулем номинаций. 2008 год сам по себе незначим, то есть относится к референтной группе. Значит, этот блок для него не актуален. Здесь мы тоже не видим 2008 года, потому что эффект взаимодействия 2008 года, умноженного на Metascore 1, был незначим. Или участвовал в мультикринярной паре. 2008 год есть здесь, но, как я сказал, меня интересует фильм с нулевым количеством лицензий. Поэтому здесь 0 умножается, и все слагаемое зануляется. И количество номинаций, как я сказал, равно 0, поэтому и здесь 0 умножить на 2008 год, который равен 1, и на коэффициент равно 0. Получается, что и фильмы, выпущенные в 2008 году с рейтингом 11, нулем номинаций и нулем рецензий, тоже имеют 0 пользовательских оценок. Допустим, теперь меня интересуют фильмы, вышедшие в 2010 году, с рейтингом 50, количеством рецензий 100 и нулем номинаций. Тогда меня интересует константа, эффективные перемены, относящиеся к 2010 году. В блоке Metascore нет эффектов взаимодействия, относящихся к 2010 году. В блоке нам критерию есть, и в блоке Nominations есть. Чтобы было удобнее интерпретировать, вернемся в эксельский файл. Пометил желтым те иксы, которые активны при сформулированных условиях. Год 2010, рейтинг реальный исходный 50, количество рецензий 100, количество номинаций 0. После сдвига и дихотомизации получается, что 2010 год имеет значение 1, потому что все эффективные переменные могут иметь значение либо 0, либо 1. Metascore, сдвинутый в 0, имеет значение 49. Количество рецензий и количества номинаций неизменное. Подставим в уравнение. Константа, коэффициент для года, минус 1916 умножить на 1. В блоке Metascore нет эффектов взаимодействия для 2010 года, поэтому 49 умножается на 0. Количество рецензий 100 умножается на коэффициент соответствующего эффекта взаимодействия – 414. И 0 номинаций умножается на коэффициент соответствующего эффекта взаимодействия – 1978. Суммируя все слогальные, получаю 36183. В исходной модели, где было 4 лекса, включая год как одну переменную, было число 35342. Разница небольшая, но есть. Какому числу оценок пользователей на сайте МДБ следует доверять? Я думаю, что полученному в нынешней модели, потому что у нее выше р квадрата. А технические критерии качества не сказать, чтобы хуже. Подвозя общий итог линейной регрессии с эффектами взаимодействия, мы увидели, что эффекты взаимодействия позволяют в рамках одной регрессионной модели посмотреть, как некоторая переменная, в нашем случае год выпуска, влияет или, другими словами, модерирует связь между остальными иксами и игреком. В нашем случае связь между рейтингом, количеством рецензий, количеством номинаций с игреком, то есть количеством пользовательских оценок. Такой дифференцированный подход позволил получить более высокую объяснительную способность модели, выраженную в более высоком R-квадрат. Стоили ли эти дополнительные 6% пунктов, на которые вырос R-квадрат в модели с эффектами взаимодействия по сравнению с R-квадратом в исходной модели? Это на ваше усмотрение. Более того, есть возможность заранее оценить, насколько примерно вырастет R-квадрат в модели с эффектами взаимодействия по сравнению с исходной моделью. Исходной моделью, в которой иксы сами по себе. Ситуация, когда иксы сами по себе, называется модель с главными эффектами. Так, есть возможность заранее посмотреть, есть ли смысл переходить от модели с главными эффектами к модели с эффектами взаимодействия. Но это дополнительная компетенция. Я рассмотрю ее тоже в отдельном видео.